Как не провести пост так, чтобы он прошел мимо? Как не превратить его в формальность? Какие конкретные задачи на пост нужно ставить? Значит, думаю, что касающийся поста должно касаться всей жизни вообще, и пост – это только какое-то концентрированное отношение к жизни. То, что происходит в пиковые, стрессовые, какие-то такие экстремальные ситуации на высших и низших точках нашей жизни – это вообще только заострение бытия вообще. Поэтому надо ставить вопрос в контексте заданных о том, как сделать так, чтобы жизнь не прошла мимо? Как вообще сделать так, чтобы все важное в жизни не превратилось в формальность? Какие конкретные задачи нужно на жизнь ставить человеку? Поскольку в течение обычной жизни мы не шибко обеспокоены теми вещами, пока не заболеем, пока что-то не угрожает человеку, или пока мы не вступим в какую-то особую полосу, вот как пост, то следует сказать, что постовые вопросы, они должны повлиять на всю жизнь, а не на только период поста. Заранее скажу, что христиане никогда так много не грешат, как тогда, когда пост заканчивается. В течение поста более-менее у нас есть обычай застегнуться на все пуговицы, взять себя в руки. Но вот когда пост заканчивается, и мы как бы с полным позволением выписываемся индульгенцию на то, чтобы отвязаться от всех правил и законов, и начинается какое-то разливанное море беззаконий. Поэтому пост – это всего-навсего концентрированное выражение к жизни вообще. Значит, меру достоинства любого дела определяет то, ради чего и ради кого ты это делаешь. Если пост держится человеком ради диеты, в смысле ради каких-то там состояния здоровья, внешнего вида, это диетологические упражнения, у них одна цена. Если пост делается потому, что так надо, без критического осмысления, это исследование традиции, не посоленное личным отношением. Это другая цена. Значит, пост нужно посвятить, как и все остальное, лично Господу Иисусу Христу, связавший пост в своем сознании с тем, что это была первая заповедь. Заповедь «не вкушай» была первой заповедью на восотворенного человека. Согласно книге Бытия, Господь Бог воспитывал человека, не создал его в атмосфере вседозволенности, и дал ему заповеди сразу, простейшие, однако конкретные, запретительные и повелительные. Повелительная была возделывать и хранить Эдемский сад, а запретительная – не вкушать от одного из деревьев сада, а именно от древа познания добра и зла. Поэтому «не вкушай» – это первая заповедь Господа Иисуса Христа. Необходимо исполнять, вписать свой пост в контекст заповеди «не вкушай», отказавшись от определенного рода пищи, с тем, чтобы истончить свою телесную природу несколько, ослабить ее влияние на душу, с тем, чтобы рабство души у тела, если не исчезло, то ослабилось, чтобы душа расправила крылья. Дух и плоть после грехопадения находятся в противоборстве, и они примириться не могут. Дух хочет противного плоти, а плоть хочет противного духу. Это борьба с самим собой. Самая великая борьба – это борьба с самим собой. Об этом говорят все великие культуры, об этом говорит, конечно же, Священное Писание. То есть побеждающий города не так славен, как обуздывающий гнев. И человек, побеждающий себя, воздерживающий язык, например, или другие свои движения души, он более славен, чем все остальные победители. Пост – это борьба с самим собой, совершаемая ради Господа Иисуса Христа и по подражанию Господу Иисусу Христу, поскольку сам он, выходя на проповедь, перед этим 40 дней постился. Значит, надо разделить пост и воздержание. Потому что воздержание – это некое уменьшение еды, отнятие времени от сна, умножение молитв. А пост – это вообще не едение. Например, не есть и не пить – это, собственно, есть настоящий пост. Если туда включить еще молитву, это есть война. Война с собой, с миром падших духа, влияющих на область разумную человеческую, на его мысли и так далее. Вот если человек вступает в этот труд, то он воин Христов, и вообще воинское сознание, оно сопутствует христианскому сознанию. Сознание христианина должно быть сознанием воина. Это не сознание пацифиста, это сознание воюющего человека, ведущего братья. Вот если это есть, то пост не будет формален. Если это есть, то пост не пройдет мимо. Он пробежит быстро. Его нужно облабызать, его нужно обнять и обрадоваться тому, что он пришел. Что касается того, чтобы он не прошел формально, и какие задачи нужно ставить себе в его течении, то эти вопросы действительно соединяются в одно. Человек должен знать себя. Никто не знает, что в человеке, кроме духа, живущего в человеке. Я знаю свои проблемы. Вы должны знать свои проблемы. Если вы не знаете своих проблем, то вы вообще ничего не знаете. Как вы можете знать другого человека, или происходящее в мире, понимать правильно, давать ему достойную оценку, если вы не понимаете самих себя? То есть человеку вменяется в необходимость самопознания. О чем апостол Павел говорит, вникай в себя и в учение. Занимайся этим постоянно. Причем вникание в себя предваряет вникание в учение. То есть до чтения Библии предшествует повеление вникай в себя. То есть если ты не будешь знать себя, то ты ничего дальше не двинешься. Поэтому человек должен знать свои проблемы. Проблемы, связанные с его брешами в обороне. То есть как, скажем, воевода в городе должен знать, какая из стен плохо укреплена, и на какие из ворот более всего могут быть подвергнуты нападениям. Так и человек должен знать себя, кто на что слаб, кого мучает больше вопрос денежный, кто блудит, кто пьет, кто, значит, синеет от злости, и как медведь, ничего не едя, значит, лапу сосет в берлоге, но при этом урчит, мурчит, значит, сам с собой всю зиму. Так и человек бурчит на всех окружающих, хотя не ест ничего. Вот с медведем сравнивает таких людей Дмитрий Ростовский. С медведем в берлоге зимой. Поэтому, зная свои проблемы, человек должен определить направление борьбы. То есть как бы как военный стратег на карте должен нарисовать синими и красными стрелочками направления главных ударов. Например, если чрево вас мучает, или, например, там сластолюбивый вы, допустим, кто-то легко отказывается от мяса, а вот без шоколадки парадон прожить не может. Или кто-нибудь хорошо себя чувствует без, скажем там, ну, спиртного, например, но вот сигареты это такое, что вот нельзя. То есть надо, или, например, человек может жить и без сигареты, без сладкого, и без спиртного, и без мяса, но тещу свою терпеть не может, и глаза бы не глядели. Значит, нужно определить свои больные места и повести борьбу по больным местам для того, чтобы пост не был формальностью. Чтобы это было временем самоиспытания, самоврачевания, призывания Бога на больные места. Когда человек борется с собой, он приходит в изнеможение, он ощущает, что враги сильнее, чем он, что он сам в себе враг. И тогда он начинает молиться Богу о помощи. До этого состояния должен каждый дойти. Это состояние священной немощи и взывания о помощи. Кроме того, существует совершенно такая необходимая вещь для современного человека, как информационный пост. Если человек отдает уши и глаза на откуп всему тому, что показывается по телевизору, в интернете, всему тому, что поется по радио, и сплеер звучит, значит, он не постник, он обманщик. Обманщик себя самого. Он самообманщик. Если человек пьет молоко и не смотрит телевизор, но читает Евангелие каждый день, это хороший человек в отношении поста. То есть это подвижник. Он совершает посильный подвиг. Если человек грызет сухари, но при этом смотрит все, что предлагает ему ТВ, это самообманщик. Он не постится. Потому что главное не брюхо в человеке, главное в человеке сфера ума. И этой сферой ума вращает лукавый, как ключами на брелке, на пальце. Поэтому необходимо ограничить или закрыть доступ лишней и вредной информации извне, внутрь своего мира. До тех пор, пока вы, по крайней мере, не научитесь работать с информацией. Дозировать, делить, анализировать, отсеивать. Это очень сложные навыки, которые не всем даются. Поэтому для большинства нужно просто ограничить или пресечь доступ ненужной информации в посту внутрь своей души. Это чрезвычайно важно, важнее всего остального. Вот для того, чтобы он не стал формальностью, для того, чтобы он не превратился в нечто такое диетологическое, гимнастическое, необходимо совершить его во имя Иисуса Христа, как борьба над собой ради Царства Божьего, что Царство Божие силой уберется и употребляющие усилия восхищают, то есть достигают его, Царство Божие. Надо овладеть землей. То есть овладение землей при Иисусе наивине происходило именно вооруженной рукой при помощи больших усилий. Это надо овладеть землей обетования, Богу предводительствующему нам. И тогда не будет никаких формальностей, будет все очень строго, честно, по-настоящему, и это даст человеку венцы и награды. То есть самоанализ, писание, молитва в храме и слезный труд над собой погибающим. Вот это пост. Субтитры создавал DimaTorzok